здравствуйте всем 19 февраля 2022 года утро 9 часов утра муж как всегда у меня кушает так вот снимаю его всем 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 доброе доброе утро у кого утро у кого-то может быть уже день если кто-то уже может к обеду готовится мы вот еще тут кофе сидим распеваем с мужем я тут как бы вчера видео делала мужчинах о женщинах там о французских русских немножко сказала обо всех понемногу ну и вот в общем то мне такие пошла я вчера вечером спать а спать не могу какие-то идеи всякие в голове у меня думаю значит что такое чтобы такого рассказать ну и вот как-то у меня вот так бывает я вот что-нибудь ну о чем-то думаю мне какие-то приходят ну воспоминания наверное дело в том что вот когда-то давно 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 может быть еще кто-то вот моего возраста помнит этот период это было где-то ну после перестройки наверное у нас вдруг появились так резко книги в продаже это вот на всяких рынках их продавали на улицах на вот этих вот таких на столах на каких-то там на улице продавали это я думаю не только в моем регионе это было даже мы как-то поехали в Санкт-Петербург в Санкт-Петербурге тоже вот везде книги продавали на вокзалах повсюду короче говоря продавцы книг и вот в то время это длинная такая история рассказываю и в то время я как раз вот заинтересовалась ну раз книги я люблю читать вообще обожаю читать каждую ночь читала это было мое время когда я уже была свободна от дети ложились спать там уж ложился русский спать и я брала книги читала купила я тогда помню целую серию книг назывались то кто-то наверное моего возраста даже помнит эти книги да сначала вот это джилику я помню читала там прямо это в захлеб потом книга была проклятые короли это французские то французах тоже а тут мне как-то попалась помню книга джульетта джульетта бен сони это французская писательница которая была замужем за итальянство не итальянская фамилия по мужу на самом деле она француженка так вот она в серии книг у нее была которая называлась катрина книги назывались катрина и вот прямо вот запало мне тогда это в память в мою читаю я читаю там про францию про французов там что-то про их нею там ну в общем как они там вечные значит войны там с англичанами еще с кем-то были читаю значит я эту книгу читаю и вот вдруг у меня там ну какой-то эпизод такой он был не самый важный так где-то написано было там о синей бороде вот синяя борода такой персонаж он и как бы реальный персонаж жильдорей вот правильно он называется жильдорей и свою жену тоже ее кстати звали катрина как вот героиню этой этой книги он значит отправил в один из своих замков как бы заточил ее там ну не знаю почему там история целая в замков и вот этот замок и находился в городе пузож я считаю думаю надо же какое название это интересное у города пузож и в замок то он ее туда заточил еще так читаю у меня такое воображение это все рисует мое воображение вот и вот надо же парам было так вот и может быть как мистика или не мистика может не мистика совпадение господи но просто к тому что когда чего-то очень хочется она сбывается вот так скорее всего я прожила в этом городе пузож и 8 лет 7 лет до я прожила в этом городе пузож и часто ходила в этот замок потому что такой разрушенный, полуразрушенный этот замок. У меня фотографии даже где-то есть, и где-то даже есть о нем видео там, первые видео, по-моему, есть. Ну, что-то я надо посмотреть, есть они или нет. Так вот, дело не в этом, и дело в том, что стояла я как-то вот у этого замка, даже заходила я в него туда. Он уже полуразрушенный совершенно, там 12 века, по-моему, этот замок. Действительно, это замок Жильдорея. Это Синяя Борода, один из замков. Действительно, он туда заточил свою жену Катерину. Вот. То есть, почему я вот это вспомнила, и вот хотела опять же сказать, что всё-таки мысли, они материальные. Если вот так вот их очень хотеть чего-то, оно обязательно сбывается. Вот, чему я хотела эту историю рассказать. Ну, там муж у меня кушает так прямо и говорит, что там смотрит и кушает. Ну, я там буду заканчивать моё видео утрешнее. Спасибо большое за внимание. Вот мой кофе. Которую я ещё не выпила. Пока-пока. Приятного всем дня субботнего. Может, ещё что-нибудь сниму. -пока. Продолжение следует...